Добрый день, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам историю. Историю, которая во многом прояснит нам, что откуда началось, что как получилось, и как произошло разделение различных психотипов, как все это вообще начиналось. Ну, начнем с того, что мы живем в мире, и мир достаточно агрессивная среда, можно сказать. То есть мы живем в обществе на какой-то территории. Мы, я подразумеваю в виду людей. И мы живем также, не только живем среди других людей, но мы живем еще в условиях природы, где есть растения, где есть животные. А вот животные, между прочим, они физически более сильные, чем мы. У них есть когти, у них есть сильные челюсти, сильные зубы, у них есть гибкий позвоночник. Многие из них по массе больше, чем мы. Нас превосходят. Разница лишь в том, что у нас есть коллективизм. У нас есть речь. Мы можем общаться. Животные тоже общаются. Но у них, их звуки, они, их язык, он очень примитивный. Они какими-то сигналами общаются там. Например, корова. Му, му. Ну сколько можно информации передать звукам му? Или кошка говорит там. Мяу, 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 мяу. Сколько информации можно передать? Ну очень мало, да? И это касается всех животных. А вот у человека есть язык. Есть язык, и мы можем общаться. Мы можем собираться в коллектив. То есть собираться в стаю, в род, в племя, в народ. И мы этим нашим преимуществом воспользовались. До такой степени, что мы стали на вершине пищевой цепочки. То есть начнем с самого начала. То есть мы когда только-только стали образовываться, ну как образовались. Есть у нас уже какая-то общность. Есть у нас уже какая-то стая, какое-то племя, допустим, есть. И нам необходимо выживать. А что означает выживать? Выживать это означает, что нам необходимо продолжиться. То есть нам нужны для выживания как женщины, так и мужчины. И мы, собственно говоря, продолжаем свой род. То есть занимаемся сексом. И у нас появляются дети, появляется потомство, которое продолжает наш род. Но для того, чтобы... Но нам, помимо, это же не происходит в один день. Это происходит постепенно. То есть мы растем, мы должны что-то кушать. Соответственно, мы должны охотиться. Мы кушаем и растительную, и животную пищу. Соответственно, необходимо и уметь выбирать растительную пищу. И необходимо охотиться на животных, которые по физическим параметрам зачастую нас превосходят. Соответственно, и мы тоже все разные. Кто-то более сильный, кто-то более быстрый. И вот вначале произошло разделение между мужчинами и женщинами. Так получилось, что мужчины были крупнее, вследствие того, что у нас гормональный фон другой. Вот у нас мы более крупные. И мы способ более крупные, более сильные, более быстрые. И поэтому было первое разделение труда. Мы стали охотниками и добытчиками. Женщины же взяли на себя другую роль. То есть разделились иначе. Они сказали, мы будем заниматься воспитанием детей, заниматься приготовкой пищи, обустраивать жилища, чтобы воину было тоже куда-то возвращаться. И вот такое разделение произошло. И, собственно говоря, мы так жили, развивались. Вдобавок, мы не единственное племя. Есть и такие другие различные племена. И рано или поздно мы также с ними вступаем в конфликт. За территорию или за других женщин. И вот постепенно расслоение между самими мужчинами стало более очевидным. Кто-то получал травмы в бою. У кого-то получалось лучше бегать. У кого-то получалось лучше охотиться. У кого-то получалось лучше производить орудия труда. Кто-то немножечко по-другому видел. Кто-то умел как-то стратегически думать, разведывать новые территории. И вот это разделение с возрастом и постепенно, вот с нашей жизнью, оно все увеличилось, увеличилось. И, точнее, различия проявлялись все более и более. И в результате, кстати говоря, на это влияло очень много причин. Очень много причин. На это есть климат, условия, географическое расположение, в котором вы живете, количество пищи, которая предоставляется, которая есть на вот этом ландшафте, на котором вы обитаете. То есть таких фильтров очень много. И разделение постепенно стало все более явным. И в конечном счете людей можно было разделить на какие-то несколько групп. То есть появились, грубо говоря, земледельцы, которые занимались обработкой земли, то есть которые земледельцы, землепашцы были. Были войны, которые шли в атаку, в бой. Появились ремесленники, которые делали орудия труда как для землепашцев, земледельцев, так и для воинов создавали орудия труда. И были правители, которые, во-первых, обладали несколько другими качествами. Они могли расширять территории, могли совершать, грубо говоря, суд, решать какие-то внутренние конфликты. И вот такое разделение уже устоялось в обществе. То есть всегда такое было и всегда такое будет, грубо говоря. Ничего со времен, с самых начальных времен практически не поменялось. Всегда это было разделение. Так вот, каждый из этих классов людей он абсолютно важен. Без одних невозможно другое. Если не будет земледельцев, то не будет еды. Если не будет ремесленников, то не будет никаких орудий труда. Если не будет воинов, то не будет толком и порядков. Если не будет правителей, то невозможно освоение новых территорий, невозможно выживание, невозможно решение внутренних конфликтных ситуаций. Потому что человеческое общество, оно пирамидальное. Каждый друг от друга зависит, но кто-то всегда есть на вершине пищевой цепочки. Для общего выживания, для общего выживания стаи, каждый абсолютно важен. Но и внутри каждого класса есть свое ранговое разделение. То есть, есть разница между земледельцами внутри земледельцев. Есть земледельцы, которые способны за один день обработать всего 200 метров. Есть земледельцы, которые обрабатывают один гектар за один день. Условно. Естественно, ранг такого земледельца будет более высоким. И, естественно, он будет обладать более высоким почетом. То же самое среди ремесленников. Есть ремесленники, которые выполняют более сложную работу. То есть, они выполняют какие-то сложные изделия, которые, например, работают, условно говоря, с металлом, например, железным. А есть ремесленники, которые работают с палками. То есть, обработать дерево гораздо проще, чем обработать металл. И ранг от этого тоже меняется, соответственно, кто-то обладает большим весом в своей категории, и большими привилегиями, и, соответственно, большим правом на поклевку. То же самое и среди воинов. Войны, которые завоевывают, которые, так скажем, больше завоеваний делают, которые больше походов совершают, которые более успешны в завоевании, они имеют более высокий ранг. Ну, правитель, у правителя, кстати говоря, он не один-единственный. Правителя обычно тоже, он не так, что родился, редко, когда бывает по праву крови. Но правитель, если хорошо справляется со своими задачами, как правило, бывает один. Но на его место очень часто претендуют совершенно разные люди. Успешный правитель, он очень силен, обладает определенным складом ума, абсолютно заботится о выживании всей стаи. И он вообще в целом таким образом устроен, что сначала для всех, а потом для себя. Так вот, так как мы являемся разными, то есть стало становится понятно, то есть расслоение общества, оно какое-то есть, и оно совершенно закономерно. И естественно, и для выживания необходимо. Ну вот, допустим, подумаем, зачем? Зачем это нужно? Ну, как вы думаете? Конечно, будет сложно, если вы один. Вот вы один, вы существуете, и вот ваша жена. Сможете ли вы выжить в одиночку? Очень сложный вопрос, но скорее нет, чем да. Потому что вам теперь необходимо будет выполнять, ну, очень много функций. Вам необходимо и возделывать землю. Необходимо будет и орудие труда изготавливать для того, чтобы возделывать и землю, и охотиться на животных образно. И быть еще охотником, и еще быть правителем. И вот все в одном лице совмещать очень сложно. Но вдобавок, у нас есть, мы еще люди коллективные, то есть у нас инстинкты из социальности. Мы сами по себе очень сложно можем существовать. Даже на психологическом уровне нам это сложно. И вот видите, на самом деле, становление общества и расслоение его на классы, оно вполне становится закономерным. Для общего выживания в стае. И поэтому мы должны понимать, что люди разные, даже исходя из разных классов. Вот земледелец и землепашец должен обладать определенным набором качеств для того, чтобы выполнять свою роль. Например, земледелец должен уметь выполнять монотонную работу и получать удовольствие от физического труда. Для того, чтобы обрабатывать землю, необходимо очень долго одно и то же выполнять. Из года в год, из дня в день выполнять монотонную работу. Он должен работать в коллективе. И его не должно тянуть куда-то, в какие-то дали, стремиться к чему-то новому. То есть для того, они и физически... Но физически он должен быть крепким. Физически он и должен быть крепким, сильным для того, чтобы долго выполнять свою работу. Например, ремесленник. Для того, чтобы быть успешным ремесленником, для того, обычно какие бывают ремесленники. Ремесленник это человек, который не очень далеко ходит, стоит на одном месте и что-то изготавливает. То есть, соответственно, ножки у них бывают маленькие, худенькие. А вот внешний, то есть плечевой пояс, он обычно бывает более крупным. То есть это ремесленный тип сложения. Когда человек берет молоток, пузнец или что-то, начинает ковать, работает в основном руками, мало куда входит. Не важно, каким ремеслом он занимается. Но это небольшие расстояния. Люди-ремесленники, как правило, не хотят чего-то менять. Они не любят что-то новое. Люди-ремесленники должны обращать внимание на детали. Они должны анализировать и хорошо выполнять свою работу. Делать хорошее орудие труда, условно, или оружие хорошее. Войны, они для того, чтобы выполнять свои функции, для того, чтобы быть воинами и хорошими воинами, они и физически должны быть такими поджарами, такими худенькими, жилистыми, быстрыми, гибкими. И психика у них такая же должна быть гибкая, абсолютно поддающаяся изменениям. Не боящиеся, чтобы не боялись никаких-то новшеств. Потому что воин идет в новые страны, в новые походы. Он должен уметь ограничивать, он должен уметь забирать, отбирать, быстро приспосабливаться к новым условиям. Правитель должен думать о своем народе. В первую очередь он думает о своем народе, а потом думает о себе. Нацелен только на общее выживание стаи. То есть он получает удовольствие только когда вся стая в целом выживает. Абсолютное бесстрашие. Вы видите, разные люди должны обладать разными качествами характера. То есть исходя из своей видовой роли, вы обладаете разными качествами характера. Что же произошло в современном мире? Вот в современном мире, когда пошла глобализация, не говорю, что это плохо или хорошо. Просто люди поперепутали свои корни. Те, кто были ремесленники, приехали в город. Те, кто раньше были земледельцами, приехали в город. Все приехали в город. Все хотят абсолютно одного. Но это на уровне культуры. А не на уровне тела. Не на уровне своих внутренних устремлений. И это приводит людей в замешательство. Приводит людей к страданию. Например, пришел земледелец в город. И ему говорят, слушай, ты должен быть миллионером. Земледелец не может быть миллионером, потому что у него нет внутреннего устремления такого. Он внутренне это не хочет. Его психика под это не заточена. У него базовые потребности. Есть, пить, спать, дышать. Ему не надо зарабатывать сверх много. И становиться миллионером. Или ремесленнику говорят, ты должен стать миллионером. У него нету таких внутренних устремлений. Нету у него внутренних таких устремлений. Ему важно, чтобы говорили, что ты самый лучший. Ты самый лучший ремесленник в городе. Важно, чтобы у него был почет. А вот воину важно соревноваться. Важно соревноваться с другим. Главное, чтобы у меня было лучше, чем у соседа. Лучше, чем у другого воина. Он будет миллионером. Он будет создавать законы. Он будет хорошим управляющим в современном мире. Он тот, кто будет стремиться к миллионам. Правитель по определению одновременно имеет и все, и ничего. Он получает все для того, чтобы раздать другим. Альтруист. Альтруист по своей природе. Ему все это, у него есть возможно эти ресурсы, но они ему не нужны. Он их держит не для себя, а для других. Также есть понятия, которые одно с другим не сочетаются. Например, ремесленник не может любить что-то новое. Ремесленник любит находиться в старом добрым месте, известном уютном месте, где ему тепло, уютно и ничего нового какого-то не происходит. Смена обстоятельств не происходит. Потому что он всю жизнь находился на одном месте, родился в одном месте. Где родился, там и пригодился. И будет выполнять какую-то работу. Ремесло какое-то освоит и до конца жизни им будет зарабатывать. Так ему говорят, тебе надо сейчас сравнивать его с воином. Но воин, да, он стремится к новшеству. Зато воина посадить и сделать из него ремесленника невозможно. Только какие-то элементарные вещи простые, и получится из него плохой ремесленник. Потому что некоторые понятия одно другому противоречат. Например, невозможно быть быстрым, сильным и еще обладать аналитическим складом ума. Вот прям сидеть и анализировать. Если ты быстрый, это и тело твое быстрое, и психика твоя быстрая. И она умная, гибкая. Но ты не способен к глубокому анализу. Ты не способен концентрироваться на деталях. И это совершенно два разных человека. Одно другому противоречит. И вот в современном мире закрепилось понятие, что надо быть быстрее, умнее, сильнее. Вот все в одном человеке сочетать. Конечно, хорошо, когда мы стремимся к чему-то, стремимся всегда вперед во всех наших начинаниях, направлениях. Но надо понимать, что где-то мы можем достичь высот, а где-то у нас не получится. И самое главное, это в паре надо понимать. Самое важное, это понимать, когда вы выбираете пару. Вот, например, вы хотите какую девушку? Умную, красивую, яркую. Но при этом, чтобы она и дома сидела, любила уют, любила осуществлять работу по дому, была легкая по характеру. Но ведь, понимаете, некоторые понятия, они здесь одно другому противоречат. Девушка, которая легкая по характеру, яркая на внешний вид. То есть, девушка склонная к изменениям. Она любит красиво наряжаться для того, чтобы любит флиртовать, показывать себя другим. И она никак не может быть любить уют или создавать уют в этом доме. То есть, если ты любишь создавать уют, это означает, что ты не любишь куда-то выходить. Новизна тебе не нравится. И вот это контрарные такие понятия. Вот девушки легкие на подъем, любящие новшество, любящие там часто путешествовать, что-то менять в своей жизни. Они не могут вам создавать уют. Они не могут выполнять вам работу, связанную с анализом. Девушки, которые выходят там постоянно куда-то в мир, грубо говоря, такие бизнес-леди, естественным образом будут вызывать у вас ревность. Естественным образом, рано или поздно, они могут перейти к другому человеку. Девушки же, которые любят уют, любят семью, любят семейные ценности, настроенные на уважение, почет для своего мужчину, они, как правило, особо за собой не следят. Нет, они могут быть от природы, конечно, красивы, и у всей женщины красивы, но они не будут следить за последней модой в косметике, за последней одеждой. И вот это надо понимать, что есть понятия, которые друг другу противоречат. То же самое и женщины. Женщины сейчас вот хотят от мужчин практически все. Чтобы он был и добытчиком, чтобы он был и красивым, и умным, и спортивным. И еще, чтобы он был обязательно заботливый. Но, вот смотрите, сильный, спортивный, хорошо зарабатывающий, он по определению не может быть заботливым. Потому что заботливый может быть ремесленник. А вот воин, он не может заботиться. Он умеет действительно зарабатывать, он действительно сильный, быстрый. Но он не умеет заботиться. И вот отсюда и возникают самые проблемы. Когда мы не понимаем, что есть что. Когда мы не понимаем, что нас немножечко обманули. Сказали, что один человек может сочетать в себе абсолютно все качества. Но это не так. То есть, на примере видовой роли, вот если разделить людей на классы, условно, да, мы делим, конечно. То становится понятно, что вот если мужчина умный, быстрый, гибкий, стремящийся много зарабатывать, он не будет о вас заботиться. Не будет проявлять заботу, звонить вам пять раз на дню, спрашивать, как вы себя чувствуете, что вам нужно, красиво за вами ухаживать там. Нет, он не будет так делать. Будет какая-то имитация этой деятельности в современном мире. Но на самом деле настоящие заботы и какого-то душевного тепла вы от него не получите. Потому что он устроен по-другому. Он устроен на добычу. У него другие приоритеты в жизни. И вот, если же вы хотите заботливого мужчину, мужчину, который о вас будет и в старости заботиться, и который не будет смотреть на других женщин, который будет за семью, обязательно, традиционно женится на вас, у вас будут дети, он будет их воспитывать, вот примерно будет отцом, семьянином, но он, скорее всего, будет плохо зарабатывать. Зита надо понимать. Ну, может, конечно, средний зарабатывать, но вряд ли до уровня миллионера, да? То есть, и вот это надо понимать. И вот, когда вы начинаете понимать, понимать, что люди разные, ценности у них разные, свойства у них разные, и становится все проявляем, все начинает становиться на место. Вы стали понимать, что мы разные. Надо теперь понять, какие бывают психотипы в деталях. Это в целом и в общем, в целом и в общем, я думаю, стало понятно. Ну, дальше уже надо переходить на детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА